Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Нет желания что-либо делать в жизни, кажется, что умереть проще, чем жизнь, но для того, чтобы умереть, нужно решить хотя бы какие-то навыки. Оживание, что люди другие знают, что-то чего не знаю я. Нет точных друзей, когда мне плохо, я скорее приглашаю общаться с людьми, потому что прекрасно вижу, что люди не хотят общаться с депрессивными. Была относительно неплохая работа, но я начал терять мотивацию где-то в начале осени, вместо того, чтобы взять себя в руки и просто пройти через это, я взял большую глупость и доверился какому-то зиминутному сердечному порыву. Подумал, что надо перейти на работу в сфере медиа, где веселее людей побольше. В итоге уволился за работу, но вы найти не могу вообще нигде, даже по бывшей специальности, кругом один мошенник и заниматься жемцом сам не хочу рисковать, потому что нужны деньги на рекламу. Первые несколько месяцев гарантированно будут убыточны, мне надо что-то кушать. Я просто не понимаю, что мне делать со своей жизнью. Такой вопрос задаёт Лев Бондарев. Смотрите, значит, то, что вы описываете, довольно сильно похоже на Кридис. И на столкновение с обосрившимся противоречием, которое у вас было, ну вот, скорее всего, всегда. То есть вы демонстрируете своим поведением довольно чёткий вектор избегания. То есть вы целенаправленно от чего-то убежите. Вопрос только в том, от чего вы убегаете. Вот это вопрос, на который, в общем и целом, на мой взгляд, нужно найти ответ. Потому что это, пожалуй, и будет тем решением, которое вы ищете. Так вот, активно. Бегство, на мой взгляд, проявляется в том числе и в том, что, на мой взгляд, вы слишком сильно уходите в, ну вот, в то, что я бы назвал глобальность. То есть вы говорите о том, что вам делать за своей жизнью. Что такое жизнь и как её воспринимать, у человека есть с этим большие проблемы. Потому что жизнь, это слишком глобально такое понятие для человека. И его довольно сложно, ну, прочувствовать в полной мере, так скажем. Поэтому я бы сказал, что вам нужно делать акцент не на своей жизни, а акцент на чем-то более, ну, более реалистичном, на чем-то более реальном. Вот. А пусть это будет, ну, например, ваше желание, пусть это будут ваши приоритеты. Пусть это будут ваши стремления, пусть это будут ваши мечты, фантазии и так далее. Вот. А пока же вы слишком сильно уходите в абстракции. И я уверен, что у этого есть свои основания. У вас. Вот. Вы говорите о том, что не знаете, что вам делать за своей жизнью. И... Я вас понимаю. Вы говорите о том, что... У вас нет желания что-либо делать. Я тоже вас в этом понимают. А... Но. Что мне хотелось бы... А... Когда это началось. То есть для начала. Как мне видится, было бы неплохо восстановить... В хронологию... В хронологию... В хронологию ваших... 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 Состояний. Вот. Восстановить именно в хронологическом порядке. То, что вы описываете. Если началось все с осенью, у вас начало пропадать... Начала пропадать мотивация. Что-либо делать. Например. Вот. То это... Я думаю, это не случайно. То есть не случайно у вас... Это... Стало происходить. Вот. То есть тут вы очевидно... Что? Сталкиваетесь с... Каким-то кризисом. Вот. Тут очевидно вы... Сталкиваетесь с... С какой-то проблематикой. Вот. И... Соответственно... Кризис и проблематика... Само собой... Вот. Влияет на вас. Таким образом. Но нужно понять... Что с чем... Что с чем связано. Потому что вряд ли речь идет... Просто опыт или мотивация. Да. У вас может быть депрессия. Конечно. И... Тут я бы... Рекомендовал бы... Обратиться... К... Врачу... Психиатру. Либо... К... Клиническ... К... Клиническому... Психологу. Для того, чтобы... Предтвердить или опровергнуть... Вот. Ваше... Состояние. Вот. Но пока... Диагноза нет... Ну... Можем говорить о том... Что вы проживаете определенный кризис. Вот. То есть я бы... Ну вот... В этом смысле... Наверное... Рассматривал бы эту ситуацию просто как определенный вызов. Вам. Вот. И... Соответственно, ну... Подходил бы... К этому... Вот именно так. Как к определенному вызову. Вот. Вот. Ну... Значит... В... Текущей... Ситуации. А... Говорить о том... Что вы не знаете, что вам делать со своей жизнью, да? Вот. Ну, на мой взгляд, это... Убегать от... Проблемы. Скажем так. Вот. А... Есть ощущение... Что... Много... Боли у вас. Есть ощущение, что... Много переживаний у вас. Есть ощущение, что... А... Вы в себе не уверены, да? Есть ощущение, что... Склонны вы... Кхм-кхм... Эм... Он... Насчет... Сравнивать... С... Эм... С... 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 с другими людьми, вот, есть ощущение, что не движетесь вы к целям, которые сильны и важны вам, вот, а есть ощущение, что движетесь вы к целям, которые, ну, ставят для вас другие, и не достигают их целей, ну, то есть получая вот такую невозможность этих целей достичь, а вы само собой, ну, простируете, вот, что естественно, на мой взгляд. Поэтому нужно переходить от целей других, вот, значит, к целям своим и ценностям своим, вот, а сейчас такое ощущение, что, ну, вот, боитесь вы неудачи, вот, и абсолютно нормально, нормально и справедливо боитесь, вот, потому что риски, риски более чем реальные, вот, более чем реальные риски, которыми вы можете столкнуться. Мотивации нет, потому что цели не ваши, о себя вы не слышите, вот, и много боли, много негативных, как мне видится, переживаний, много подавленного, вот, в том числе, в том числе, возможно, много подавленной злости, агрессии на кого-то, вот, тут тоже, ну, могут быть свои, ну, свои варианты, вот, которые, ну, нужно просмотреть. Так что самый лучший способ решить вашу проблему при условии, что вы не сформировали свой запрос, вот, самый лучший способ решить вашу проблему, это, в общем и целом, пойти на психотерапию, вот, пойди на психотерапию и решить все вопросы, которые вас волнуют, которые вас беспокоят, тревожат и так далее. На этом все, я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что это позволит вам начать над собой работу, а я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Субтитры создавал DimaTorzok